Автоответ с Никитой Небылицким Да, вот мы сейчас и поедем Я благодаря компании Ducati съездил на тест-драйв нового Панигали Это спортбайт дукатевский Получил огромное удовольствие Вообще большое спасибо за это Ducati И хочу сразу сказать, что я пристрастен к компании Ducati Мне нравятся мотоциклы Ducati У меня всегда они были свои С того момента, как вообще можно было в России покупать мотоциклы иностранные И мне очень понравился и новый мотоцикл И больше всего мне понравилось отношение компании к клиентам Что совершенно в автопроме сейчас отсутствует Потому что все колепают такие маркетинговые продукты А вот тут совершенно наоборот ситуация Потому что, в общем, с моей точки зрения Панигали от последнего 4, который Ducati выпустила Это просто лучший спортбайк, который можно купить Причем по целому комплексу совокупностей И главным образом потому, что При том, что это самое быстрое транспортное средство Которое можно купить за деньги Причем, что любопытно, что не за Ну, за относительно небольшие деньги То есть, грубо говоря, что вам купить быструю машину Ну, на самом деле быструю Нужно истратить раз, наверное, в 10 больше денег Чем стоит машина обычная Ну, что такое обычная машина Ну, абстрактно говоря, Camry, да Вот она там сколько, 20 тысяч евро стоит Вот, соответственно, чтобы купить машину Которая реально быстро едет Это там вот 200 и наверх То вот в мотоциклах ситуация совершенно другая Потому что какой-нибудь достаточно скромный Тайваньский или китайский спортбайк В Европе стоит, ну, порядка 10 тысяч А вот самая крутая Панигале стоит 27 То есть, соотношение с китайцем даже 1 к 2,7 А если мерить с обычным мотоциклом Ну, собственно говоря, дорожным В смысле, спортбайком, но японским Ну, там, каким, Судзуки, например, Джексером Или там Сибиром Хонды Или с, там, Ямахой R1 То разница в цене будет вообще процентов на 20 всего отличаться При том, что то, что вы получаете Это совершенно не на 20 процентов лучше Но удивительно даже не это Дело в том, что V4 Он по и характеристикам И по ощущениям лично моим Я никому не навязываю свою точку зрения В данном случае Он и был лучшим спортбайком И то, что люди улучшили лучшее Вот это вот удивительно совершенно Это выдает отношение людей К тому продукту, которым они занимаются Они к нему относятся трепетно То есть, им нравится то, что они делают Потому что даже вот в топе Там в каком-нибудь, ну, я не знаю Там 35-й GTR, Nissan, да И там Porsche 911, например Там идет такое некое мерение Первичными половыми признаками Мужскими Если одни сделали немножко апгрейды То и вторые делают немножко апгрейды А если нет, то и нет И вот, собственно говоря Никто не запаривается на то Чтобы клиент получал действительно Вот то, что он максимально может получить А в данном случае Вот они это сделали Причем, ну, судя по крайней мере По конфигуратору испанскому Который я посмотрел Цена-то, в общем, не изменилась Что предыдущие понигали Если его можно назвать предыдущим Что вот теперешние Отличаются друг от друга по цене Ну, совсем как-то незначительно Это даже глазом не видно А изменили они достаточно немного Но, тем не менее, это ощутимо Они поменяли немножко Передаточные отношения в коробке Из-за чего получилась сильно больше Максимальная скорость Сложно сказать, сколько максимальная скорость Потому что, ну, спеков таких нету В открытом доступе А мы тестировались на трассе В Хересе И лично у меня там разогнаться больше, чем 265 на вот задней прямой Ну, мастерства просто не хватает Я же все-таки не кольцевой мото-гонщик И точно уж не Валентина Росси При этом эти 265 Он там на третьей передаче разгоняется И, собственно говоря, можно предположить Что километров 330-340 он поедет Но удивительно не это У меня один из моих первых мотоциклов Не самый первый, но один из Был такой в свое время спортбайк Спортбайк, спорттурист, не поймешь Ямаха Тандер-Рейс 1000 назывался И на нем было очень тяжело ездить по дороге Потому что посадка предполагала, что ты висишь на руках А так как в России тогда дороги были совсем очень-не очень Это было там самое начало 90-х годов То в результате ты жутко уставал совершенно Конечно, ты же максимально вообще в напряжении в этот момент Да, я как-то на нем в Ярославль поехал на гонку Посмотри, как народ в ралле гоняет Ну, приятелем И вот на обратном пути я просто фонарел Потому что, ну, руки отсохли И я, в общем, останавливался чуть ли не каждые 100 километров Отдыхать невозможно было А потом появилась Ямаха Р1 И, собственно, об этом мы продолжим Не переключайтесь Через несколько минут, друзья, Никита Небылицкий Мужские игры Никита рассказывает, как он съездил на тест-драйв Дукати Панигале Ваши вопросы Плюс 7903-7976-333 СМС-портал Ватсап и Вайбер В полном распоряжении Так, ну, у нас полторы минуты, все Скажи мне, а ты так и не видишь меня, да, в видеотрансляции? Я тебя видел буквально минуту назад А сейчас ты опять пропал Сейчас будем разбираться с этим делом Слушатели пока пишут, что этот мотоцикл потрясающе красив Да, он очень красивый Причем он живьем еще более красивый, чем на картинках Замечательно совершенно звучит И, ну, вот это просто с моей точки зрения Прямо на сегодняшний день это вершина Учитывая, что нас всеми возможными способами движут К тому, что мы ездили на общественном транспорте В общем, я так понимаю, что мы вот сейчас вступили в эпоху последнего Такого вот, как бы это, позыва купить Такого рода технику и пользоваться Потому что дальше все это будет сложнее и сложнее Электрическая техника, надо же будет быстро ехать Но конструктивно, к сожалению, мотоцикл на сегодняшний день Не предполагает быть хорошим электрическим Потому что в электрической технике очень тяжелый аккумулятор А для мотоцикла вес это вот прям вот, ну, краеугольный камень И причем вес расположенный низко Поэтому, как бы, к сожалению Я не ездил на Harley Lightwire Они меня забыли позвать на презентацию О чем я им попенял, когда у нас в эфире были Но я ездил на Zero Мотоцикле Автоответ С Никитой Небылицким Доброе утро, Автоответ Никита Небылицкий, Дарья Гордеева Мы продолжаем Короче, вот поменяли коробку Поменяли На полтора силы выросла мощность Но, честно говоря, в масштабах 215 лошадиных сил Полторы силы Но я что-то не очень представляю себе, что кто-то это почувствует Но говорят, что это, как бы, полезно Ну, хорошо, окей, полезно Очень сильно изменилась электроника Вообще, появление в мотоцикле вот этого блока AMU Который вот последнее время, собственно, на все ставят Это некий, ну, довольно сложно устроенный акселерометр шестиосевой То есть, который меряет, что происходит с мотоциклом Дело в том, что в мотоцикле вообще технология работы вот АБС, ЕСП То есть, всех вот этих электронных систем, которые в машине достаточно обычные Она значительно сложнее устроена По той простой причине, что в машине четыре колеса На которых стоят датчики АБС Соответственно, и та информация, которую можно использовать Для того, чтобы все это устройство работали Ее больше Кроме того, машина всегда едет всеми четырьмя колесами по земле Ну, в обычных ситуациях, в нормальных У мотоцикла все гораздо сложнее Потому что, во-первых, датчиков всего два Переднее и заднее колесо Во-вторых, у мотоцикла довольно много режимов При которых и должна быть разница в скорости вращения переднего и заднего колеса Например, при разгоне мотоцикл едет на заднем колесе При интенсивном торможении он едет на переднем колесе Соответственно, вот этих датчиков гораздо меньше И, кроме того, они не отражают такие параметры, как наклон мотоцикла Что чрезвычайно важно для двухколесной техники Поэтому некоторое время назад появилось некое устройство Которое определяет, в каком положении мотоцикл находится в пространстве С появлением этого устройства появилось дикое количество очень полезной электроники Которая дает возможность на мотоцикле ездить как безопаснее, так и быстрее Причем, в отличие, например, от того же АБС, который, ну, спорный Вот, например, в машине АБС хорош Но в ситуациях, когда, например, ты не едешь по рыхлому снегу Потому что в рыхлом снегу АБС, например, очень сильно удлиняет тормозной путь Так как, когда машина тормозит, колеса блокируются Соответственно, колеса передние начинают набирать перед собой снежный вал А этим снежным валом они тормозят Поэтому, как бы, вот в машине АБС не всегда полезен А в мотоцикле он очень часто полезен Но, тем не менее, вот там в том же Дукате, например, есть режим При котором АБС у тебя на переднем колесе включен А на заднем выключен Это нужно для чего? Для того, чтобы на большой скорости заезжать в поворот С подскальзыванием заднего колеса И это полезно То есть, вот этих вот всяких функций стало гораздо больше Все это гораздо точнее настраивается Плюс, благодаря применению вот этого АМЮ появилась возможность определить, как работает подвеска в мотоцикле Поэтому в мотоциклах сейчас чрезвычайно продвинутые полуактивные подвески Которые гораздо лучше работают, чем их аналоги в автомобилях Ну, то есть, вот там, эталоном считается адаптивная подвеска М-подвеска BMW, да, вот в машинах Она, как бы, типа, хорошо работает Которая отстраивает амортизатор в зависимости от дорожных условий Но это рядом не стояло вот с теми конструкциями Которые сейчас стоят в мотоцикле То есть, и по ширине, которая перекрывает Возможности вот этого адаптивного регулирования То есть, ну, к примеру На мотоцикле КТМ 1290 Super Adventure 21 года В автоматическом режиме подвеска просто вот вообще иначе Дает возможность совершенно иначе мотоцикл себя вести То есть, ты можешь и по мелкой рябе, где вот бьет колесо И где должно было быть проскальзывание У тебя подвеска успевает адаптироваться И на крупных волнах у тебя подвеска не дает возможность Ему не раскачиваться, не там пробивать эту подвеску Ну, короче говоря, это довольно сложная конструкция И в спортбайке она тем более нужна Потому что подвеска короткоходная Достаточно жесткая Но при этом задача подвески же не чтобы комфортно было Задача подвески, чтобы колесо от земли не отрывалось Потому что если колесо отрывается, то, соответственно, скольжение начинается Потому что трения нет Вот, это все, значит, вот тоже работает Они сильно очень изменили эту самую электронику Немножко изменили воздухозаборники на мотоцикле То есть жабер-жабры стали по-другому устроены Немножко изменили аэродинамику Потому что Ducati один из немногих мотоциклов В которых есть антикрылья И причем Я, честно, не могу сказать Насколько это работает на спортбайке Ну, просто потому что нужны более такие дорожные тесты Где скорости выше Но вот на Ducati Multistrada Спорт-туристе их Вот эти антикрылья дают совершенно другое ощущение От движения по большому... При движении на большой скорости Ну, то есть мотоцикл вообще не воблит У него нет вот раскачивания передней части на высокой скорости И как бы он в потоке стоит Совершенно другие ощущения Даже вот когда, ну, на немецком автобане Где-нибудь валишь, например, 250 в час И вот когда тебе нужно из прямолинейного движения Перейти к пологой дубе, к повороту Есть даже некое ощущение вот такого срыва То есть тебе его нужно как бы завалить Ну, неким большим усилием Потому что он настолько стабилен вот в этом потоке Что есть ступенька какая-то Это иллюзорно И это не так, что вот невозможно повернуть Но вот есть ощущение Ты чувствуешь эти антикрылья А зато есть очень важное свойство Которое люди, ездящие на мотоцикле Много раз испытывали Мотоцикл очень плохо воспринимает возмущение после фуры Ты догоняешь фуру Которая везет за собой поток воздуха И ты в ней начинаешь болтаться В этом потоке воздуха Это очень неприятно Особенно, когда есть боковой ветер Ты эту фуру не сзади догоняешь А вот она едет, например, в первом ряду А ты во втором Ты ее должен обогнать А еще, если боковой ветер дует То, например, на ходе Голдвинг Просто страшно, как переставляет А на цикле с антикрыльями этих проблем нет То есть ты совершенно спокойно это проезжаешь И это на самом деле на безопасность влияет А главное, что это на ощущения влияет Вот Вот эту штуку тоже изменили У него эти боковые крылышки стали на плавники дельфину похожи Они стали похожи на антикрылья Формулы-1 задней Они небольшие, но вот они очень сильно ощущаются Очень хорошая ветрозащита Потом я вот начал говорить Вот был такой мотоцикл Тандеррейс 1000 Спорттурист У меня он в свое время был А после него появился Ямаха Р1 Спортбайк Так вот Эргономика в спортбайке поменялась По сравнению с этим Тандеррейсом На нем стало удобно сидеть То есть ты какое-то время мог на нем ездить На Дукате это тем более То есть и на прошлой Панигале в А4 было сидеть удобно Потому что Дукате относится к мотоциклам На которых не на которых сидишь А в которых сидишь Это вот люди ездящие на мотоцикле Они знают это ощущение Вот это стало еще больше Потому что они на новом мотоцикле поменяли немножко форму сидения И форму бака топливного Тебе стало гораздо удобнее сидеть При том, что он спортбайк При том, что сидишь ты на нем Вот в этом обтекаемом воздушном мешке За счет аэродинамических форм мотоцикла Но сидеть при этом удобно Поэтому если этот мотоцикл используют Ну как его используют в большей части Во всем мире для езды Там вот на работу, например Ну вот живет человек там В 80 километрах, например, от Мюнхена Да, ему нужно на работу каждый день ездить Вот он на такой штуке ездит То вот на новой Панигале При том, что она стала спортивнее При том, что она там в той же Валилунге, например Сама себе То есть предыдущие Панигале Привозят под боевым пилотом Шесть десятых с круга Ну почти шесть десятых А под просто обычным тестером-любителем Одну и две секунды с круга Это вообще очень много Но при этом на ней стало практично И удобно ездить Вот интересная очень Как вот это эргономически обрабатывается Потому что вот Я довольно длинный отрезок времени Ездил на новой Сибирь-Хонде Хороший мотоцикл Ну то есть он, понятно, он не Панигале Но при этом он хороший мотоцикл Ругать его в общем не за что Но она жутко неудобная Она просто патологически неудобная То есть ты на ней постоянно чувствуешь Что ты работаешь, а не едешь Вот у Дукати совершенно не так Она очень удобная При том, что я 189 ростом И, соответственно, ну спортбайки для меня Как бы, ну они маленькие Все делаются в расчете на людей невысоких Вот если вы посмотрите там Мировой супербайк, да Кто люди, какого роста Они в общем все небольшие люди Которые на них ездят Но при этом вот они сделали мотоцикл На котором вот мне лично сидеть очень удобно И я не знаю, я не пробовал Но думаю, что Ну если надо будет тысячу километров Например, проехать на нем То я спокойно совершенно за день Тысячу километров проеду Ничего мне не сделаю Ну это показательно, да Да, для спортбайка очень показательно Слушай, Никит, а вот к вопросу Я просто не знаю Относится ли это вот к этим самым антикрыльям Про которые ты говорил Но вот Володя из Челябинска Интересуется о неких самобалансирующихся мотоциклах Что это и для чего это Ой, нет, это не относится к этим Это не про это Это на самом деле какая-то странная штука Которую несколько человек Несколько компаний показали Что типа вот чтобы мотоцикл на бок не падал Но ты знаешь Вообще, честно говоря, все же очень просто Если ты мотоцикл на месте не наклоняешь Если он у тебя стоит вертикально То никуда он не падает Сколько бы он не весил Есть некое устройство Причем я уже несколько видел вариантов Есть, которые рулем размахивают Есть, которые размахивают задним колесом Которые типа ну вот электронным способом Делают, чтобы мотоцикл не падал Но это не есть проблема на самом деле Люди на месте ну не падают Это не сложно И просто на самом деле Ну нужно немножко потренироваться Причем вот знаешь Я в одной из автошкол немецких Видел, как людей тренируют Чтобы вот они чувствовали Вот это вертикальное положение мотоцикла Чтобы у них не было этих проблем Они заставляют человека не сидеть на мотоцикле А возить его рядом с собой Ну то есть Ну ты стоишь сбоку Держишься за руку Вот если ты понимаешь Где у него вот это центральное положение То он никуда не падает Поэтому как бы совершенно не удивляет Когда маленькие худенькие девочки Там по метр пятьдесят пять Ростом и весом там я не знаю Сорок кило Совершенно спокойно ездят на Там каком-нибудь Триумфе Рокки-3 Который 300 весит Ну это вопрос просто Даже не умение Это вопрос примитивной сноровки И вот это знаешь Это фобия Как вот люди Которые никогда не ездили С ручной коробкой Они ее боятся Хотя на самом деле Ну сколько времени надо Чтобы умеющего ездить человека На автомате Научить ездить на ручке Ну я не знаю Ну два часа Ну это вот максимум И уж для мотоцикла Это вообще совсем просто Потому что эргономический мотоцикл Мне кажется сделан более правильно С точки зрения того Что это сцепление Нажимаешь рукой И переключаешься ногой Это вообще не мешает То есть я просто вообще Не вижу смысла В автомате на мотоцикле Вообще никакого На машине он какой-то есть Ну вернее не какой-то Он просто есть А на мотоцикле Его вообще никакого нет Особенно учитывая Что сейчас опять же На всех современных мотоциклах Стоит квикшифтер И вверх и вниз Соответственно сцеплением Ты пользуешься один раз Для того чтобы тронуться с места И это очень просто А дальше вот все переключения Они делаются просто ногой И тебе не надо никакое сцепление нажимать Не надо там переказовки делать Уравнивать обороты То есть вот это все не нужно Просто тык-тык-тык На тыкву куда тебе надо И все Вот Та же самая история Вот с этим вот вертикальным положением И с самыми балансирующими системами Это абсолютно ни за чем не нужно А вот что нужно Из новых вот таких вот вещей Которые появились Опять же Первыми это сделали Дукати Вслед за ними сделал КТМ А сейчас Соответственно БМВ появились У некоторых моделей И у Колосаки вот будет Это конечно система Дистроника То есть Круиз контроля С автоматической системой Поддержания Дистанции до впереди Дистанции до впереди Идущего автомобиля Вот это правда удобно На мотоцикле Потому что Когда ты едешь По регулируемому С точки зрения Скорости Автобану Соответственно Нет никакого смысла Самому ручку вертеть То есть ты поставил Там эти Кто сколько Кто не нарушает Ну я бы для Испании 129 ставит А кто нарушает Сколько находит нужным Ставит И поехал Но мы все с вами знаем Что грузовики У нас любят На скорости 88 км в час Вылезти на обгон И устроить гонку На лафетах Когда один едет 88 км А другой всего 87 с половиной И вот они друг друга По три километра Обгоняют И когда у тебя есть Этот самый круиз контроль Тебя мотоцикл Сам видит Впереди вылезший грузовик Сам он тормаживается И соответственно Пока он там Вот этот свой Эпический маневр совершает Ты спокойно Совершенно едешь за ним Он сам как бы держит скорость Грузовик убрался Он сам разогнался Очень удобно А у Дукати Это вообще продвинутая Конструкция на мультистраде У них еще есть И задний радар Который мониторит Слепые зоны И честно говоря Это надо Потому что Форма зеркал на мотоцикле В отличие от машины Имеет очень большое значение С точки зрения Стабильности поведения Мотоцикла В опять же потоке Потому что Большое зеркало Оно же на краю руля стоит И соответственно Большое зеркало Вызывает большие Оргономические возмущения Потому что у него Площадь медель большая И зеркала стараются Делать поменьше И пообтекаемее Соответственно Страдает Поле зрения В которое ты смотришь А так как все-таки Все в основном Ездят в шлемах А у шлема Шлем не дает тебе Возможности Повернуть башку И посмотреть Что сзади происходит Так он ограничивает Тебе угол зрения Ну так Человек как в отличие От ящерицы Голова не выворачивается На 180 градусов А жаль А жаль Да жаль Несовершенная Мы конструкция Ждем генную инженерию И поэтому Как бы Чего-то ты можешь Не заметить Стоящий сзади радар Который тебе поморгает Если ты стал перестраиваться В твоем мертвой зоне Кто-нибудь есть В общем штука полезная Дукатя кстати единственная Кто делает два радара Один спереди Другой сзади На Панигале Правда Этой конструкции нет Она есть на мультистраде Кстати Странно Почему Видимо из-за Экономии веса нет На Погрегуа Панигале Потому что на спортбайке Она тем более нужна Эта конструкция Ты там еще меньше Видишь сзади И там еще меньше Зеркала Меньше видишь сзади Потому что ну посадка такая А Меньше зеркала Ну по понятной причине Опять же По причине того Что это спортбайк И там скорости выше Соответственно площадь медленно Надо снижать Кстати для людей Которые никогда не ездили На мощных спортбайках Вот самое потрясающее Не как это все разгоняется До 100 км в час Потому что реально До 100 км в час Сильно подозреваю Что там любая шестисотка Разгоняется так же в точности Как вот эти вот безумные 217 сильные литры А проблема заключается в том Что маломощные мотоциклы Ну относительно маломощные Мощность до 150 лошадиных сил Они довольно сильно теряют В разгоне По скорости От там 150 и наверх Потому что вот В той же Панигале Она вот что от 0 до 50 Что от 250 до 300 Не знаю А вот там от 200 до 250 И от 0 до 50 Разгоняется абсолютно За одинаковое время Вот нет ощущения Заканчивающегося мотора Нет ощущения спада динамики Она 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 отстегивает так Что Пинжак заворачивается Вот Как бы вот Что я скажу Короче Клевая штука Я очень сильно рекомендую Тем людям Которые Никогда До этого мотоцикла Не сталкивались Вы все таки Попробуйте Сходить в какую-нибудь Мотошколу Убиться Конечно можно Но можно убиться И на машине И пешком можно убиться Вот Если применить голову Вот в общем мотоцикл Не сильно опаснее Чем любое другое Транспортное средство И кроме того Жить вообще опасно От этого умирают Но за то количество Эмоций Которые вы ощущаете Вот это вот Нахождение Вот в этом мире Да Когда ты вот Едешь на мотоцикле Вот вокруг тебя Ты на машине Ты смотришь По телевизору Ой моя любимая лирика пошла Я очень люблю Никита образно умеет Описывать все это Да На машине Ты все по телевизору Смотришь Через монитор А тут ты в этом Находишься Знаешь я уже рассказывал Я жутко люблю Вот этим маленьким Испанским городкам Ездить Когда вот Ты вот весь этот набор Чувств имеешь Не обрезанный Как в автомобиле А вот весь Запахи Какие-то подзвучки Ты непосредственно Участник этого процесса Ветер который Вот на тебя дует Вот ты его ощущаешь Ты действительно Непосредственно Участник процесса Жизни Это все Ну ведь на самом деле Мы же живем Ради получения Эмоций от жизни Больше в общем Не для чего Ну другой цели нет И вот тут Как раз количество эмоций Вот мотоцикл машина Он несоизмерим Ну то есть Это даже не в два раза Не в десять раз Это в тысячи раз Поэтому как бы вот Очень сильная Сергей С таким сообщением Никита Если бы вас попросили Назвать главной недостаткой Этого мотоцикла Что бы вы назвали Если конечно Недостатки на ваш взгляд Есть Не знаю Я ни одного недостатка Я могу назвать Недостаток презентации Почему они не дали По городу-то ездить Ну трек Это хорошая штука И нужная Но город Это важнее А насчет недостатков Я не вижу в нем Недостатков Мне очень нравится То есть ты прям вообще Доволен-доволен Да я доволен-доволен Прям суперский мотоцикл Просто другое дело Что наверное он для меня Не мог бы быть единственным Потому что у меня еще есть Там вот эти туристические дела У меня есть Я люблю Пауэркрузеры А пауэркрузер Однозначно сейчас Лучший в мире Триумф Рокет 3 И он лучше Диавеля При том что у меня был Дукати Диавель Раньше Вот Но так Офигенный Офигенный мотоцикл Просто офигенный Ну я однозначно считаю Лучший спортбайк в мире О даже так прямо Ну да Я не вижу конкурентов Есть еще Конкурирующий Относительно с ним Априле F4 Factory Race Но Во-первых Сильно дороже Во-вторых Это не совсем Я бы так сказал Серийный мотоцикл Он серийный конечно Но не совсем серийный А все остальное Ну и И BMW С 1000RR Явно совершенно Проигран Там На 10% Проигрывает По моменту На 7 примерно Процентов По мощности И как бы у него Поэгономически Дукатя гораздо лучше Сделан Чем BMW Ну вот Ну а Хонда Классаки Сузуки Японская троица Она просто сильно Проигрывает Поэтому как бы Назначен по мне Лучший мотоцикл в мире Друзья В этом классе Друзья Мы продолжим Никита Небелицкий Мужские игры Оставайтесь под серебряным дождем И мы конечно ждем Ваши сообщения На плюс 7903 7976 333 333 333 Японская троица